Всем привет, с вами Вертурабо и мы продолжаем играть в Старкрафт. Так, выбираем миссию. Белшир. Протасы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его Тирозином. Если знать покупателей. Этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протасы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню. Но, по крайней мере, попытаются. Понятно. Ну, думаю, мы отправимся сначала вот сюда вот. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей. И на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Отправляемся. Система Майнхоф. Что тут у вас, док? Согласно нашим данным, лагеря беженцев охватила некая форма эпидемии. Даже здания подвержены заражению. Знакомая история. Это вирус зергев. Вылечить его нельзя. Можно только выжить. Все зараженные здания придется уничтожить. Но куда же делись все люди? О нет. Эти существа, зараженные беженцы? Это хуже любого кошмара. Да. Совсем нехорошо. Похоже, днем они зарываются в землю, а ночью выходят на поверхность. Должно быть, вирус сделал их уязвимыми к ультрафиолетовому излучению звезды Майнхофа. Значит, днем мы будем уничтожать зараженные здания, а ночью оборонять базу. Не волнуйтесь, док. Мы остановим эпидемию. Поехали. Поехали. Так, вот, сейчас у нас есть. Ну, сейчас, в принципе, день, так что... А, понятно. Нужно любой ценой защитить лагерь от заразы. Выставьте охрану и принимайтесь за постройку бункеров. Смотрел ты забавно эту докторшу, Джимми. Иначе на кой нам сдались эти чертовы фермеры. Это что-то вроде... гнезда? Нужно уничтожить его. Ну, главное, здание, думаю, успею уничтожить. Задело? Есть? Утка подгорает! Кому на вязание? Айсэм готов! Ого! Ты смотри, какие лютые! Может, все-таки пересидим ночь на базе? Теперь надо продержаться до рассвета. Готовьтесь, будет жарко. Айсэм готов! Поперли как, а? Айсэм готов! А? Что стряслось? Водишь ты! Убейте меня! Умоляю! Твое желание закрыть! Приказы в уручу! Бьем! Давай, удиви меня! На! Чего? Пристройка завершена. Удить! По оружок я обахнет! На! Чего? Чего? Поцелайся подмогу! Я уже заждал! По оружок я обахнет! Утка подгорает! Я уже заждался! По оружок я обахнет! Так, нам нужны ракетчики против зданий. Это сто процентов. Еду! Утка подгорает! Что происходит? Режим готов! Кого спорят? Где тут рань? Из загляда, пупы, мяшли. Блин, показалось, что одного огнемеча мы убили. КСФ готов! Что происходит? Утка подгорает! Утка подгорает! КСФ готов! Я уже заждался! Да уж, на! Удиви меня! Ух, нет! Сука! Ух, нет! Утка подгорает! Сажарем! Утка подгорает! Я уже готов! Кто стрелось? База атакована! Я готов! Двигаются! Эй, вояка, я наладил производство гелионов, которых ты видел на Марцаре. Начинай строить, они тебе пригодятся. Что стряслось? Кладишься. Кого подладать? КСМ готов. Что стряслось? Что происходит? Больше действия! Продайте секундочку до дня. Светает. Держитесь, осталось недолго. Недостаточно веспена. Выкладывай. Есть, ты нападёшь. Налина ГАЗ. Проснитесь и пойте. Теперь наша очередь задать им жару. Недостаточно веспена. Недостаточно веспена. Пристройка завершена. А? Чего пугаешь? Приказы будут? Круто! Вооружён и опасен! Давай, удиви меня! Конечно! Будет сделано! Есть, работёнка? Утка подгорает! Давно бы так! Сейчас мне будет больно. Затравим их, Виндик! Огоньку! А? Так, вы сюда. Приказы будут! Ну, думаю, подсчёты тех штук. Что стряслось? Машину. Кому навешать? Пооружён! Круто! Круто! Давай! Свердили меня! Отлично, парк! Я ухожу! Пользуайкиншки для трупов. Приказы будут! Прикуются в дополнительные хранилища. Приступим! Ага, понятно, что хранилище... Кого подлазать, а? Ну, думаю, 4 хранилища. Есть, точно. Ура! Сверху рот! Утка подгорает! Огня! Ну да, тоже миссия относительно нужная. Отлично! Ну, всё равно повеселее, поинтереснее, чем другие. Есть ли на ботенках? Нету, значит, вон. Буди! Добро дверь. Кому наветность! Я уже застрялся! Выполняю! И я думаю, можно построить ещё один даже завод. Нет, стоп. Фотозавод. Есть! Утка подгорает! Закат. Через 30 секунд. Стоп. 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 И апатен! Я уже застрялся! Я уже застрялся! Давай, отдадим им жару! Закат. Что не дождусь! Быстрощи охрану. Скоро они опять нападут. Вооружён и апатен! Сканеры обнаружили необычный гид зеркал. Похоже, днём это существо прячется под землёй, а ночью выходит на поверхность. Сэр, если вы убьёте одно из этих существ, Стэтмен сможет изучить его и узнать что-нибудь новое. Ммм, заразительно. Конечно, убьём, причём бы нет. Почему бы, собственно, нет? Недостаточно минералов. База атакована. Зададим им жару! Теперь это ещё бронях, да, встать. Зададим им жару! База атакована. Зададим им жару! Так, сейчас будем улучшать технику. Заражённые морпехи? Нет, что ты, Джимми. Я совершенно спокоен. Как всегда. Нададим им жару. Попаду отдать. Что происходит? Есть. И... Давай, давай, давай. Есть, ты работёр. Две минуты обороняться. Очень, очень, очень долго. База атакована. Сделали букву от Танторкрафта. Типа... Типа... Типа, модель космодесантников. Просто очень долго. То есть, модель космодесантников, иронидов, и прочего. Ой, ой, ой. Дали на газ! Что происходит? Один! Зададим им жару! Касик 100 треслась! 100 треслась. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Дай себе. Это он серьёзно. Рассвет через 30 секунд. Улучшение завершено. Зададим им жару! Улучшение завершено. Ага, я вляпался! Конечно! Постарайтесь вернуться на базу до наступления темноты. Задавим их интеллектом! Пристройка завершена. Зададим им жару! Ага, я вляпался! Ещё больше действий! Кому навешать? Отлично, парни. Поселение зачищено. Ура! Сверхурочные! Приказы будут! Вооружённые! Ты готов? Поехали вот сюда вот. Утка подгорает! Недостаточно. Утка подгорает! Улучшение завершено. Улучшение завершено. Задали на газ! Задавим их интеллектом! И приятель проблесить, а вот я машину буду учить, что нет, быстро я. Я уже на стол. Утка подгорает! Ага! Я вляпался! Зададим им жару! Пооружённые аппараты! Задали на газ! deады! Задали на газ! Наквили! Задали на газ! Мууккиплея, Schools andայ! Мууккиплея scary. Супа подгорает. Их в этих машинтерде вообще не используют никак, я осмотрела. Так, в этом поселение чисто. Молодцы, идем дальше. Псибо. Джим, этих монстров стало гораздо меньше, вы отлично поработали! Честvale. Отлично, парни. Поселение зачищено. Ты готов? Федаль, в гору! Улучшение завершено. Наши КСМ атакованы. Как всегда! И супер! Улучшение завершено. Дупни катку! Встречи порог, не забыкнешь. Ты готов? Утка подгорает. Ага, я вляпался. Что скажешь, босс? Кажется, здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Зададим им жару. Закат через 30 секунд. И как задолбом. Не обляпался. Приказы будут? Утка подгорает. Утка подгорает. Живую тебя. Пооружен и опасен. Кого подладать? А! Чего? Ради на газ. Давайте еще ка сам. Ресурсы побыстрее набирались. А вот где заразили. То есть тут вот это... Зададим им жару. Понятно. Мимо одного проехал. Ты готов? Зададим им жару. Конечно, можно против рискнуть и прямо так поехать к ним. Не буду искать. Не буду. Чего не тупят? Зададим им жару. Давай. Урывайтесь, пожалуйста. Зададим им жару. Зададим им жару. Ты готов? Айсэн готов. Недостаточно минералов. Ты готов? Ага. Я вляпался. Так. Зададим. Ага. Сверху ручки. И прячем пробки. Что еще? Ага. Я вляпался. Задим им жару. Вот никто не проедет. Это подалка машины. Что даже в цикле и весит. Почему ли? Нет. Кому навешать, а? Я влепился. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Давай, что-то. Давай. Кому навешать? Так точно, сэр. Дув пигатор. Ищи пипец. И свете проплески. База атакована. Кстати, еще... Скорее всего, это не 100%, но, может быть, мы своякой будем. Так, чисто. Найдем. Напробуем. Так, понравится? Нет. Это понравится, что мы будем брать подчаянщики. Значит, тоже проходим в компании. Так и все отзывы. Жали на газ! Ага! Я вляпался! Они прорвались через южные баррикады. Выслать туда отряд, быстро! Кажется, я все это уже видел в каком-то фильме. Зададим им жар! Рассвет через 30 секунд. Что это за... Существо? Оно раньше было человеком? Кажется, что это за... Существо? А-а-а! 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 Э-э-э! Кому нахи! Слушай, утка подгорает! Предупредили бы... Так, строители. О, да, черт бы меня побрал. Теперь наша очередь убивать. Да, сверхурочные. Вооружен и опасен. Давай, удиви меня. Приказы будут? Ты готов? Задавим их интеллектом. Окей. Дари на газ. Больше действия! Носка! При свете проклятого дня! Так, он не дату против или нет? Или нет? Как скажешь! Или показалось. Так, ладно. При свете поддала неподмогу! Дубликазы! Дари на газ! Что стряслось? Задуги. Так. Что? Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Прочь с дороги! Да, сто процентов. Так точно все! Что же делать, босс? Я уже не хочу! Давай, удиви меня! Рекорд получен! Другий газ! Недостаточно минералов. Выдала неподмогу! Так, тут же вроде показывали. Странно. Я уже заждался. Зададим им жару! Я вляпался! Зададим им жару! Зададим им жару! Зададим им жару! Есть, пенобандер? Ага! Я вляпался! Здесь нельзя строить! Здесь нельзя строить! Зададим им жару! Здесь кто ты? Как скажешь! Закат через 30 секунд Ой, да ну нафиг! Почему я не удивлён? Если будут, отлично! Есть, Кработёнка! Выкладывай! А-а-а! Ты готов? Я понял, господи, я идиот-то! Они ж только ночью появляются, то есть не только ночью и могут быть-то! Приступим! Погнали! Угнали сжигать его! Вот он, бюджет! База, атакована! Ага! Я вляпался! Ой-ой-ой! Прорвался! А-а-а! Попалняю! А-а! Я вляпался! Ага! Я вляпался! А-а-а! Я вляпался! Чего пугает? Командует. Выкладывай. Отставим их интеллектом. Пополняю. И свете проклятого духа. Зададим им жару. Ты готов? Утка подгорает. Пару жоп, я. Устанусь. Зададим им жару. Так. Удиви меня. Отставим их. Возьми. Мы готовы все теми, кто возстраивает. Пристановый кизер и сядет. Пристановый гейкер. Больше действий. Нужно седьмой. Разадим им жару. Месторождение минералов выработано. База. Атакованы. Все на новенького! Он на старшем следить! Он на новенького, еще минута! Ты готов? Лучше не посылайте подмогу! Бару союзников атакованы. Наши КСМ атакованы. Рассвет через тридцать секунд. Супак, что-то заяц. Или я могу снова проиграть? Да ладно! Не, ну, в принципе, четыре секунды они довольно-таки смеете. Атакованы. Умирайте! Ищите зараженные участки и зачищайте их! Еду! И готов? Это жесть! Поехали. Что происходит? Что стряслось? Гады! Они все мне поуничтожали! Я не знаю, за три минуты это все строить, наверное, невозможно. Что скажешь, босс? Приступим! Ха! Чего пугает? Блин, меня все поуничтожали, блин. Зря я сцпех в этом уроду. Ну да, конечно. Что жать, наверное. Зря я рискнул. Есть сработенка. Казарма. Плантифь. Больше действия! А? Ну, прикажешь! Да, 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 да. Сейчас пена зато четыре тысячи! Что? Выкладывай! Есть работёнка? Есть? Ну, чё ж так долго, а? Всё, наконец-то. Понял. Что стряслось? Кого подлатать? Зачиняк! А? Извесим! Рави ногах! Ты готов? Что? Что скажешь, босс? И это всё? Ужас какой! Ага! Я вляпался! Да! Казармы! Казармы! Так скажешь! Кто я взорвал? А, вот. Понятно. Выкладывай! Не, всё! Я проиграл. Тут бесполезно что-либо делать, потому как сейчас будет ночью капец. Капец. А! Чего? Будет сделано! Ура! Что происходит? За дело? Кого подлатать? Что стря... Закат. Через 30 секунд. А! Чего пугаешь? Есть! Выкладывай! Недостаточно минералов. Нельзя всё-таки! Ни в коем случае нельзя разобляться в Старкрафте! Просто нельзя! Буди! За твой счёт! Нельзя! Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Ой, они все по нулям. А зачем я построил? Зачем? Кого подлатают? Непонятно зачем. Непонятно. Ну да, гони! А! Чего пугаешь? За дело? Что происходит? Скоро ведь и правда сейчас полезут и капец. А у них же есть дальнобойные или нету? Месторождение минералов выработано. Уживать. Ладно, посмотрим. Есть работёнка! База атакована. Кого подлатать? Кого подлатать? Каждый. Каждый. Блин. Есть? База атакована. Наши КСМ атакуют недостаточно минералов. Они же реально умеют летать! Наши КСМ атакованы! Ну-с, будем выживать тогда! База атакована! База атакована! О-е-е-е! А у них какие-то афгольные там есть! Вообще ужасно! Минус главка! Догнали, гады! И минус ещё одна главка! Ё-моё! А, ну это капец, мы встретили меня! А-а-а, всё, реально проиграл! Всё, короче! Просто... Просто садиться и дать себя уничтожить! Требу недостаточно минералов! Как я так мог затупить? Вот зачем я поехала? Второй раз просто за своей шкупости проигрываю! Ужас! Надо было ехать, когда... Останется у них база, наверное, вот... Вот столечка! База атакована! Рассвет через 30 секунд! Задание провалено! Второй раз! Второй раз проигрываю! Ужас! Всё! Всё! Больше так исковать нельзя! Я база атакована! Ищите заражённые участки! И зачищайте их! Ну да, конечно! Вот где в общем сохранении! Ну ладно, попробуем! Что происходит? Что-нибудь сделать! Что пришло? До приказа! Ха! Чего пугаешь? Конечно... Тут... Ну да, скорее всего тут, в принципе, не выжить. А? Да, да... Хотя, если Заня улетят куда-нибудь вот сюда вот, а потом садится назад вот сюда, тогда, конечно, шанс есть. Нам просят своей же тупости. Здесь ты дободёнка! Обидно. Кто скажет, вот! Выкладывай! За твой счёт! Да! Понял! Ага! Ну давай же быстрее! Почему не могут несколько строителей строить одно здание? А? Ну почему? Что происходит? Будет сделано! Что стряслось? Кого подглотать? Еду! А? Чего пугаешь? Ага! Я вляпался! Вляпался он... Что происходит? Казарма. Есть! Закат через 30 секунд. М-м-да... Проверим, могут ли тут не летать. Если могут, то это будет просто шикарно. Вот просто круто! Даже вот сюда слетаем. Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Да, могут, это круто. А! И вот сюда летим А вы, я не знаю, вы летите сюда и молитесь чему-нибудь База атакована Есть работенка Чего пугаешь Выкладывай Есть, что происходит База атакована Как же это будет долго Кошмар Восстанавливать экономику Это просто жесть База атакована База атакована Наши КСМ атакованы Извините, мне тут прикли База атакована Взлетай Иди Чего пугаешь База атакована В принципе, знаете, в принципе, мой план работает Работает, да И если туда, пацаны, сюда вот летать, добывать ресурсы, улетать, то это действительно может сработать и вывыше тихо куда-то Буди Наши КСМ атакованы Отстань от моего КСМа За твой счет Есть, сэр Наши КСМ атакованы Гады Больше Никогда не буду откликаться Никогда На побочные задания Ценой основного задания Побочные задания Это, конечно, хорошо Через 30 секунд Но это того не стоит Круто, что у тиранов здания могут летать, это очень круто Да мы же за ночь положили добрую тысячу этих выродков Их должно было остаться всего ничего Неподходящее место для посадки Выкладывай Ура! Сверхурочные! Зададим им жару! И это все? Мда Зададим им жару! Сейчас мы подключим две машинки и сразу же поеду Есть, трабанденка! Зададим им жару! Больше денег! Зададим им жару! Так... Еще покупаем Продолжаем... 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 И светит проплятого дня! Сверху... И светит проплятого дня! Продолжаем... Больше действий... Трудующих! Есть, следует... В North Bank... Что скажешь, босс? Как скажешь? Смотрите лоба. Скоро они полезут со всех сторон. Что слезло? Выкладывай! Какой кошмар. Как же это нужно. А теперь нужно будет микроконтролить мои машинки, чтобы их не уничтожить. Ибо их потерять не хотелось. Ты готов? Педаль в пол! Что скажешь, босс? Конечно! Как скажешь? Я вляпался! Обожаю запад! При свете проклятого дня! Проклятый день вам жизнь спасает. Ребята, вы че? Поехали! О да! За всегда! Вперед! Приступим! Нюхни газку! О, идут, идут. Так, ну вроде к моим машинкам пока не подходят. Вроде бы. Если слышать вообще-нибудь? Начнем, я не хочу съехать, конечно. На всякий случай. Сюда вот. Вот. Офигеть! Миссия уже прохожила 46 минут – это прохожмар! И вот на одну серию миссии! Идаль в пол! Конечно! Это стелс-стратегия. Как скажешь! И это всё! Ой, я тварь! Нет! Обожаю запах палёной резины! Кошмар какой! Одна машинка! Звучит заманчиво! Какой кошмар, ужас. Что скажешь, босс? Завсегда! Приступим! Нюхни газку! Поехали! Вперёд! Идаль в пол! Как скажешь! Конечно! Кошмар! О да! Почему музыка-то такая гайкает? Корабль. Обожаю запах палёной резины! Звучит заманчиво! Как скажешь! Рассвет через 30 секунд. Знай с конечностью. Педаль в пол! Так, видел одного урода. Поехали! До приказа! Эй! Пора свести счёты. Пустим их на фарш. Отходящее место для посадки. Или они наступят на фарш. Кого, подлата? А! Чего пугает? Выкладывай! Да, прям миссия-примиссия. Ну давайте, быстрее. Я хочу уже завершить эту миссию. Требуются дополнительные хранилища. Как я мог забыть про хранилища? Есть тропотенка! Давайте два построим. Водишь ты! Поехали. О, да! Больше действия! Что происходит? А? Я вляпался! Ага. Дови на газ. Зададим им жару! Что стрелось? Я вляпался! Кажется, здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Обязательно. Кажется, я вляпался. Что приказать? Конечно! Закат. Через 30 секунд. Ухит за мальчик! Ага! Я вляпался! Ты готов? Слышите ноги! Слышите ноги! Слышите ноги! Больше действия! Обожаю запах! Смотрите оба. Скоро они полезут со всех сторон. Улетаем. Снова. Больше действия! Поехали! И это всё? Пусть устоят. Ты готов? Оп! Ф2. Тут тоже какие-то коконы ужасы. Ну ладно. Хотя из всех раз в Таркрафте мне больше всего нравится Эзергия. Не знаю почему. В Вархаммере моя любимая раз — это Хаос. Особенно просто после его прочтения Ересихоруса. По сути, там Ереси виноват Император сам. Ересихоруса. Потому что есть такой примарх, кто не знает, Дворгар. И Витей. Витей. Витей Аратор. Вот. Вот. Он все планеты завоевывал в Слово Императора. То есть он не уничтожал никого, не убивал. Он просто говорил, что, мол, император есть Бог. Приступим! Большие действия! Божие люди говорили, да, да, надо реально в него верить. И верили. И верили. Постепенно в него верили. О да! Идай Бог! Я же, мол, не Бог, ты офигел, Оргар, да? Вот сегодня что сделал Император. Он перед собой выстрелил весь орден. Там были еще одна ордена. Был сам Оргар. База атакована! И прилюдно их наказал, я не помню как там. Или он как-то долбанул молнией. Что-то такое, короче. В общем, прилюдно унизил, но сначала лоргер ужасно разозлился на последующие планеты и Брау просто шел и убивал, не пытался ни с кем договариваться там, просто убивал, как пожарители миров захватывают, просто бойней. Как скажешь! Вперед! Совсегда! Примархов, то есть после Ереси он посилит сильнее даже Хоруса. Обожаю запах паленой резины! Нюхни, Газко! Звучит заманчиво! Магнус попытался спасти Императора, отправил сообщение, после чего разорвал его мыслительную сеть, которая сдерживала демона. Это сообщение Магнуса о том, что Хорус, предатель, дошло до Императора, эта сетка порвалась и в храме Императора появились демоны. Там они сражались, после этого Император очень сильно разозлился и объявил его незаконно, как-то так примерно. Ну и Хорус об этом узнал и натравил на него Ля Монруса. А вот Ля Монрус прилетел на Проспера, это их главная планета, тысячи сыновей. И просто поубивал всех тысячи сыновей, которых смог, а остальные свалили, и они были вынуждены стать еретиками, хотя они не хотели. Так что Император, скажем так, сделал двух еретиков, и ересь основную, он сам организовал, скажем так, то есть он, по сути, виноват. Плюс, не секрет то, что Император, когда создал примархов, договаривался с темными богами. Это тоже не есть хорошо на самом деле. Больше действия! Так. Ой-ей, зачем вы садитесь? Так что, какой-то стиль, какой-то там, ну, оседелись, и он объявил в ере секунду, когда Кёрзов и Маркан. Да, повидели ночью. Хотя тут не был еретиков, он сразу же ему запаривался на статистику, нет? Потому что я прикоснулся, и преступность его, и он разбавил, и разве не был, и сделал незакон. То есть, он, по сути, он сделал, основал всю ересь, стал виноват. И трёх своих примархов вынужден стать дельтниками. То есть, виноват Император тоже виноват. Ну и, конечно же, Хорус туповатый. Если бы он послушал Магнуса, то... То есть, виноват Император тоже виноват, потому что Магнус пошел в Магнус. То есть, виноват Император показали видение, что стоит Император, и возле него примархи. И из них я был виноват, и виноват, а это как раз он и показал будущее, где просто еретиков. Поэтому там ведь не подло, но появился Магнус во плече волка, я сказал, но это только одно из вариантов, что еще один вариант. Он сказал, нет, Император Гнида, вообще, чё, как так можно, я виноват, и виноват, и виноват, и виноват, и виноват. Ну, здесь такая организация, Кабала, резвый, деревня предрежда, виноват, и виноват, и виноват. И они предсказали то, что если Альфа-Легион станет еретиками, Альфа-Легион станет еретиками, то Император не будет Ну, здесь Четыре пустые Почти все А если Альфа-Легион не станет еретиками, Император станет жив, то есть не будет ранен сильно. Но в будущем В далеком будущем Империум пойдет То есть Альфа-Легион, скажем так, ну, об этом узнали, если Альфа-Легион, если Альфа-Легион не знает, что в Альфа-Легионе два Близнеца, Альфа-Ри первая, вторая, Эммигон. Альфа-Ри с Альфа-Легион, а Эммигон стал капитаном первого рода. Брянский путь Вот, и Они приняли решение, что лучше потерять ни капитанию, но спасти императора Резенец очень доблестно поступили Смотрите лобы! Скоро они полезут со всех сторон! Так... Ну, там, кстати... А, нах... Ну, что скажешь, босс? Ну, на самом деле, это всё очень интересно. Полёт из Эйнштейнов. Очень интересная книга. Звучит заманчиво! Нюхни газку! И ступи! Вот да! Очень жалко Гарвеля... Гарвеля... Локена... Гарвел... Локена, его убил Абадон. И это всё? На Истване. Конечно! Истване, вроде бы. Ага! Я вляпался! Какой-то пстит, невероятно, виноват, во всём. Ну, и вообще... Ему идёт не боги, помогли создать демарку. Ты готов? После этого... Когда он их создавал боги, узнают, что это... Орадиции, то есть, что можно стать круче них. И они его обманули, Императора, и... Открыли портал Варфа. В комнате, где находились Примархи. И Император... и... И Свети Примархов просто разнесут по всей галактике. Галактике по всей... Да, галактике. По всей... Хотел сказать, по всей Вселенной. Разнесут... И всё. Дубликаза! База атакована! Ну, естественно, вы, наверное, знаете то, что... Слово на любимчику Императора, потому что он нашёл его первым. Лучше всего времени проводили вместе. Но больше... Больше всего на Императора, потому что у нас тангвений. При этом у нас тангвированы были крылья. А самым... Ну, всё-таки, наверное, самым любимчиком Императора был... Хоруса. Фулгрим. Он... На первенстве Хоруса был единственным собаком, кто позволен носить символику Императора. Это был Головый Орёл. На знак Империума. Сейчас его носят все. И Имперцы, и... Кто захочет, в общем. А тогда... Такой знак мог носить только сам Император и только Дитий Император. Конечно! Орден. И всё. Больше никто не имел права такое носить. Вот да! Как скажешь! То есть это показывало такой их статус, скажу так, относительно. Это были не просто так. Но опять же, после Ереси Хоруса они... Да они странные. Они стали воевать с Императором. Они начали нападать на... Другие... Легионы Хаоса. И от них хорошенько отхватили. И сейчас почти все эти Императоры уничтожены. Их осталось очень мало. И то их на остатке теперь они воюют. И это почти все вопящие десантники. А что они делают? Они пытаются найти Фулгрима. Кто не знает, во время Ереси... Фулгриму дали меч, в котором был демон. И этот демон полностью захватил Фулгрим. Что скажешь, босс? Скажем так, в старой редакции... И это все? Фулгрим погиб. Я вляпался! То есть... Фулгрим... Был, можно сказать, убит. А его тело захватило демон. Вот. Но вы же так немножко изменили. То есть... В новой редакции... Фулгрим все-таки... Блин. Фулгрима... Рассвет через 30 секунд. В новой редакции все-таки Фулгрима... Сделали так, что он выжил. То есть... После Ереси на это обратил внимание сам Слонеж. И вытащил душу Фулгрима из меча. И отправил назад свое тело. Но к этому моменту тело Фулгрима... Уже выглядело как огромная змея. С четырьмю... Руками. Четырюю руками. И крыльями. И... Слонеж сказал ему... Ты красава! Ты хорошо мне послужил. За награждение дал ему... Планету. Выходим и приступаем к делу. Необходимо зачистить территорию. Планету на освобождение ему дали. И... Он не остался жить. И его сейчас почти по сей день ищут... Сами дети Императора. Потому что они не знают где это находится. Инквизиция. Еще очень прикольно появился Люкси Вечный. Кто-то не знает. Это был самым синим мечником во всем... Во всем Империуме Люкси Вечный. Его побьют только Гарви или Локер. Один и один они дрались. И он его, скажем так, из-под тяжка ударил кулаком по носу. А... Для... Люкси очень важна была его... Внешность. По красавчикам. А все дети Императоры были такими надменными. Вот. Он ему сломал нос. Тут был в ярости. Вот. Ну, в общем, когда... Недостаточно минералов. Они были на одной из планет, я не помню какой. Там, где очень мощная была сила Хаоса. Я не помню название. В общем, у них на корабле была скульптор. Женщина. Которая одела статуи. И на него так повлиял Хаос, то что она сидела, Руки себе резала там и прочее. Рисовала кровью и прочее. К ней зашел... Люций. Она ему рассказала, скажем так, промыла мозги. Зададим им жару! После чего Люций взял нож и начал себе резать лица. Поэтому если вы сейчас загублены Люций вечно, у него все лицо в таких шрамах. Вот. И точно так же, когда было одно из выступлений, у детей Императора снисло башку. Требу недостаточно минералов. И... Они начали создавать оружие, которое издавало непонятные звуки. Но это не звуки, им приносило удовольствие. Так, кстати, появились вопящие детали. Зададим им жару! Но после Ереси... О-о-о-о-о-о! Так, что этот пик стал вечно над темно. И после Ереси, дети Императора начали трагивать... И что-то в этой голове... ...двоем... 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 И... ...выбой Люция и хода Капитан Императора, и Капитан победили... ...вот... ...действительное наслаждение от победы. Дари на газ! Что ж, на это сам... ...обрати внимание... ...сам... ...сванеш обратил внимание... ...вот... ...и подумал... ...мол, так реально не должно... ...типа... ...это мой чемпион великий... ...все дела... ...и... ...он отправил душу Люции... ...вела эта... ...сам... ...постепенно этот капитан стал высым... ...уга, на лице... ...нах... ...постепенно... ...постепенно... ...постепенно появилась... ...а на его успехах, появилась... ...а на новой... ...когда он играет... ...и, потом, Люция кто-то убивает... ...и смеет... ...ярости... ...кожно завалить... ... 때... ...ярости... ...ярости, радости от... ...бош люцией. Его не умного раз побежали, но его очень позади. Вы можете убить, но его радость. Вы умрёте, вас селится в люцией. Постепенно убьёт вас. Звучит заманчиво. Больше действий! Эти твари могут вылезти в любую минуту. Возвращаемся на базу. Наконец-то! Джим, вы справились. Я знала, что вы нас не подведёте. Теперь нужно найти убежище для моих людей. Это будет непросто, дорогая. Весь сектор кишит зергами. Должно же где-то быть место, не тронутое пришельцами. Райский уголок. Готовы приютить нас. Больше часа. Больше часа проходил премиссию, но хоть немножко поговорил, скажу так, о теме Ярисихонца под конец. Кают компания Гипериона. Так. Извините, мне тут звонят. Донни. 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 Ну, поговорим с Тошем. Как тебе, доктор Хэнсон? Он просто куколка. Сладкая, как мёд. По крайней мере, хочет такой казаться. Думаешь, она что-то скрывает? А ты не задумывался, почему зерги так набросились на её колонию? Им от неё что-то надо. Ложечку мёда, не иначе. Маленькие пчёлки. Так, может быть, есть новые наёмники. Мои ребята всегда готовы. Давай-ка обсудим дела. Мм, да, пока нету. Арсенал. Тошку кончунова лаборатория. Так, выберите проект. Давайте выберем. Ну, вот эта тема. Сразу разрабатываю, я помню её. Ничего не турель, а огненная. Всё, в принципе, закрыть. Так, мостик. Ну что, Арель, вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да. Она называется Гавань и пока никем не занята. Правда, она находится на границе протовского сектора, но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Арель. Если возникнет угроза эпидемии, протасы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зернев. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделайте то, что вам под силу. Это всё, о чём я вас прошу. Я работаю над вакциной от вируса зергов. И всё-таки надеюсь, что моим людям она не понадобится. Так... Керриган научилась новым фокусом. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень... заразной. Это самое страшное, что может случиться. Личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань, заражён... Знаю. Протасы не заставят себя долго ждать. И всё же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протасы прилетят на гавань, я попробую поговорить с ними. Ну, давайте на этом остановимся. Серия была очень длинной. Даже чуть не проиграл. Ну как, чуть не проиграл. Проиграл всё-таки, уничтожили опять. Обидно. Больше такого, скорее всего, не повторится. Не буду рисковать основной миссией ради дополнительных. В общем, спасибо всем, кто посмотрел. Всем пока!